Всем привет! У меня часто начали в последнее время спрашивать Скажите пожалуйста, как определить возраст мускусного селезня и индоуточки Ну вот сразу скажу, по индоутке сказать намного сложнее Я вот разницы между молодыми и старыми не вижу Поэтому за индоутку сейчас вам рассказывать и не буду А по селезню все очень хорошо видно И так как у меня во дворе сейчас находятся 12 взрослых мускусных селезней Некоторым из них год, некоторым два, некоторым три, а некоторым даже пять А возможно даже и шесть, я уже точно не помню Так как они слишком старые, я их не убираю Потому что если его сварить, то мясо будет на вкус как резина или подошва Ну сейчас я вам покажу наглядно, как выглядят селезни помоложе и селезни постарше Сейчас мы будем искать молодых селезней Они... вот, вот видно Смотрите, вот этот белый Так, я сейчас встану пониже и буду вам показывать поближе Вот этот на переднем плане, это прошлогодний молодой селезень Возраст определяется легко по наростам вокруг клюва и глаз У молодых селезней наростов немного, они находятся вот так вокруг глаза Вот и этот молодой, и этот молодой Сейчас вот вам покажу селезня, которому второй год Вот смотрите, наросты начали, то есть у селезня начали выпадать перья Дальше от глаз И там остаются тоже такие же наросты, как и вокруг глаз Вот видите, намного больше Вот если посмотреть на молодого селезня, годовалого, ну то есть прошлогоднего И вот на этого, которому два года По уточке так, конечно, не скажешь, хотя тоже видно, что у взрослых Вот, у этой уточки больше, чем у этой Но это, конечно, не показатель По утке Вот видите, пять уточек А сейчас я вам покажу селезню Которому Сейчас мы его найдем Вот Которому пять лет Вот смотрите на него Возможно даже шесть У него уже наросты Просто занимают уже почти всю шею Я думаю, объяснять больше нет смысла Все понятно Вот Вот это молодая уточка И вот пепельная молодая И вот молодой пепельный селезень Вот видите, это прошлогодний Он как раз сейчас в линьке У него наросты достаточно мало места занимают Есть такой селезень, которому три года У него Так же, как и Нет, ну скорее, как у этих молодых Но у него уже на затылке начало красное появляться Вот эти наросты Вот Вот он сидит под машиной Вот сейчас я вам покажу Сейчас птица линяет Поэтому по всем дворе перья Вот Этому селезню три года Надо его выгнать Из-под машины Их там много Как это сделать, я не знаю Так Вот выходи Они вот здесь любят прятаться от гусей Ну, этот не хочет Ой На два вышло Извиняюсь Уронил камеру Вот, посмотрите Вот это селезень И этот И этот Это два трехлетние селезни Видите Полоска уже соединилась С затылком Вот от глаз На шее Ну, вот еще пепельный Видите, молодой То есть Все достаточно просто Еще раз повторюсь То По уточкам Так и не скажешь Вот если молодая уточка У нее есть даже перышки Еще на красном Здесь То у уточек Которые вот постарше У них уже гладко все Красное Вот так Все достаточно просто Уточек Еще раз повторюсь Что Сильно непонятно А вот у Селезней Просто И легко Скандал какой-то И кстати Молодые селезни Вот мне говорят Что Нужно менять селезней Вот у меня спрашивает Сколько можно держать Ну сколько лет держать Семью И как часто Менять селезня Если Вы держите Одну и ту же Семью То есть Например Четыре уточки И селезень И не Всаживаете Новых уток Из-под них То эту семью Можно не меняючи Держать минимум Четыре года И не переживать Утки с каждым годом Несут все больше И крупнее яйца То есть От того Что вы будете держать Четыре года Уточку Одну и ту же У вас будут Только одни плюсы Ну Единственный минус Это Мясо из этой утки Потом будет Достаточно жесткое Как я уже говорил На вкус Как подошва Я конечно Подошву не ел Но Мне кажется Что именно Будет такой вкус Вот молодые Селезни Достаточно крупные Уточка Вот линяет На переднем плане А еще Вот сегодня Ну как вы Помните Я сюда перенес Вот этих Серых гусей И вот эту Белую семью Здесь Вот Один Два Три гуся И три гусочки И серый гус Который ходит с ними А вот этих Серых я перенес Ну буквально Недель назад Ну вот Последнее время Они начали гулять И вот смотрите Что я сегодня нашел Вот еще Даже не забирал Вот Гусиное Свежее яичко Утки Прячут Вот там В свалке Яйца Кися Кисю Назвали Детки Стася Такая Манюсенькая Ходит Здесь по дворе Бесстрашная А вот здесь Начали Несить гуси Яйца Пойдут Или в тесто Я уже закладывать Точно не буду Или Он кстати Утиное яйцо И вот там тоже Есть утиное яйцо Ну могу показать Яйца я уже Закладывать В инкубатор Точно не буду Гусиное Так как Когда Вот еще Гнездо С утиными яйцами Когда они выведут Это будет уже Смех Выпадет Так что Яйца будут Уходить в тесто Или на корм Цыплятам Конечно Хотелось бы Чтобы гуси Занесли Хорошо Когда бы Я подкормил Утят Те которые Сидят у квочек Там Спрашивали я Выпустил Или не выпустил Цыплят Те которые были Ну вот тут В сенях Да я выпустил Туда Квочки Которые водила 40 штук Так как у нее много Она не обращает Внимание Что им не добавились Теперь у нее 120 Ей нормально Ну и вот Кстати Вот здесь Леенки тоже Утки несутся В старой Надо пособирать яйца И все Ну как всегда Отклонился от темы Вот Про индоуток показал Рассказал Всем пока Вот эти Кстати Пепельные Не сидели За лето Ни разу Резать я не буду Так как их у меня Не много Они мне нравятся Я их оставлю Две Это две дочки Той утки Которая сидела И кстати Та утка Которая сидела Вот пепельная О серая Ну коричневая Я не дальтоник Просто не знаю Так получилось И Она Той утке Уже больше 5 лет Возможно даже 6 И она садится каждый год А эти две молодые Прошлогодние Эти не сидели Ну я думаю На следующий год сядут Ну в общем Всем повторное Пока